Слабослышащие дети из Минусинска стали лауреатами фестиваля школьных СМИ. Конкурс проводит факультет журналистики МГУ. Работы юных минусинцев с нарушениями слуха получили высокую оценку жюри и были отмечены специальным призом декана. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую, студия открытка. Несколько раз в неделю после уроков ученик школы глухих детей Игорь Устьянцев отправляется в телестудию. Её оборудовали в кабинете технологии. Стол для телеведущих, специальный фон, софиты и фотоаппарат. Вот всё, что нужно для записи очередного выпуска новостей. Я занимаюсь в студии уже один год. Мне очень интересно. Научились фотографировать, монтировать, записывать новости. Но больше всего мне нравится монтировать. Мультимедийная студия открылась в Минусинской школе глухих детей два года назад. Снимают ролики на конкурсах и концертах, делают зарисовки природы и городских пейзажей. Но главная работа – выпуск школьных новостей. Событий немного, поэтому их комбинируют с историями о родном городе и учебными материалами. Победа на фестивале школьных СМИ при факультете журналистики МГУ стала первой наградой. Тем более значимой и престижной, что конкурировать пришлось почти с семью десятью участниками. Если бы я заранее посмотрел уровень наших соперников, возможно, даже не хватило бы смелости принять участие в этом конкурсе. Потому что это очень мощные московские школы. Один из первых мест заняла студия ей 55 лет. И мы каким-то образом конкурировали с ними. Мы видеоролик отправили в Москву. Всем понравилось. Награждение мы ещё не получили. Чувствую сам по себе ощущение. Радостно ждём, конечно. В творческой группе четыре человека. Они снимают сюжет и занимаются видеомонтажом и записью телеведущих в студии. К процессу подключили сурдопедагога. Нарушения слуха, как правило, отражаются на речевом аппарате. Поэтому работа никогда не даётся легко. Материалы нередко отправляются в корзину, но дубль за дублем получается всё лучше. Речь становится более чёткой и выразительной. Главная задача нашей школы и студии мультимедельного творчества – это, конечно же, развитие речи, с которых ребятам очень трудно выговаривать слова окончания, особенно окончания и предлоги какие-то. Мы снимаем несколько дублей, чтобы отснять какое-то даже приветственное слово. Но очень трудно нам даётся. Для слабослышащих ребят работа в студии далеко не развлечение, а приходится много трудиться. Но в итоге они получают не только речевые навыки, но и познают азы журналистской профессии. Учатся добывать информацию, осваивают программы обработки видео и фотоматериалов. А благодаря участию в федеральных проектах социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, некоторые ученики школы глухих детей уже получили приглашение на работу. Артём Махальников, Станислав Беркий. Новости.